Продавцы электричества Продавцы электричества Продавцы электроэнергии Продавцы электроэнергии Продавцы электроэнергии Продавцы электроэнергии Продавцы электроэнергии о которых все волнуются, а совсем не цена электроэнергии. Более того, даже если этот рынок будет как-то так двигать цену вниз-вверх, то акциз снивелирует эти подвижки, и все равно платить придется много. В качестве одной из причин, почему о заключении договоров на сегодняшний день позаботилась лишь половина всех потребителей, можно назвать плохую рекламу. Многие новые поставщики электроэнергии попросту оказались неспособны обслужить большое количество клиентов. Да и информация не дошла до многих людей, в особенности до пожилых и русскоязычных. Поэтому люди просто не увидели своей выгоды в том, чтобы заключить договор, как не увидели и угрозы в том, чтобы этого не делать. Мне кажется, что это означает, что работа по рекламе была сделана очень плохо. Потому что если сравнить, например, не будем называть в эфире фирмы, которые продают услуги в области связи, то там происходят определенные очень серьезные подвижки, и как-то люди понимают, что это выгодно им. Вот здесь ситуация, по-моему, такая, когда как ты не действуешь, выгодно тебе особенно не будет. А потом понятно, что все равно электричество нужно продавать, все равно города отключать не смогут, поэтому что-то будет происходить, и мне кажется, что люди очень спокойно в этом смысле отреагируют. Напомним, что договоры можно заключать в любое время, в том числе и в новом году. Нужно только учитывать, что они начинают действовать с начала каждого нового месяца, и его необходимо заключить как минимум за 21 день до начала нового месяца. Павел Озеров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.